Какие элементы есть в настольном теннисе? Для чего они используются? Зачем нужна базовая техника? В этом видеоролике я расскажу вам о 6 базовых элементах, которые вы должны освоить. И в конце ролика я вам расскажу правильную последовательность, с помощью которой вы сможете им быстрее обучиться. Меня зовут Иван Толмачев, я специализированный тренер по настольному теннису с 10-летним стажем работы и личной методикой, с помощью которой я помог более 1000 человек освоить азы настольного тенниса. На данном канале я делюсь секретами и фишками настольного тенниса для игроков абсолютно любого уровня, которые вы сможете использовать в своей практике. Поэтому ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал. Базовая техника. Базовая техника это основной набор элементов, из которых состоят все остальные. Вот базовая техника состоит из 6 элементов. Это срезки, накаты, топ спины. Далее в видеоролике мы более подробно рассмотрим, чем они отличаются, для чего они нужны. Срезка. Промежуточный элемент с нижним вращением используется для приема подач с нижним вращением, для промежуточной игры, которую также называют качем, и для подготовки своей атаки, либо оборонительных действий. Срезка используется на всех уровнях, от начального до профессионалов. Профессиональные игроки используют острую срезку, как выход из короткой игры, либо используют ее для острого приема подачи, для следующего перехвата атаки. Накаты. Накаты являются фундаментальным элементом. С них начинается, как правило, обучение. С каких именно накатов и в какой последовательности идет обучение, я расскажу в конце ролика. Накаты имеют слабое верхнее вращение, но имеют высокую поступательную скорость. Это активный элемент. Используется для отработки атакующих действий, для развития чувства мяча. Дальше он прогрессирует уже в остроатакующий прием, в такие как смеш, завершающий удар. Прикладное его значение в приеме подачи, соответственно, то есть боковых верхних. Также и в контратаке по плоскому, либо верхнему мячу. Топ спин является самым сложным элементом. Имеет очень сильное верхнее вращение и относительно хорошую скорость. Топ спин уникален тем, что вы можете произвести атаку надежно с любой точки стола. То есть, если вы будете играть плоско, например, по очень низкому мячу, либо с дальней зоной, вероятность попадания 50 на 50, в зависимости от уровня вашего мастерства. Топ спин же эти шансы переводит, ну, где-то 80 на 20, все зависит тоже от качества, как вы выполняете. Но надежность этого элемента намного выше, нежели чем от плоского удара. Топ спин применяется как по началу, то есть по подрезке делается первый ход, продолжение и в активной игре, в открытом розыгрыше. То есть, топ спин является самым универсальным элементом, который используется игроками абсолютно любого уровня. И очень важно им овладеть. Последовательность обучения в настольном теннисе играет ключевую роль в том, чему мы научимся и как мы научимся. То есть, например, если вы начнете изучать теннис одними срезками на первых шагах, то вам будет тяжело научиться активной игре и потом вообще вам будет в целом тяжело научиться активно играть. Потому что, когда вы начинаете свои первые шаги и вы чему-то научились, вы это применяете намного чаще. Соответственно, если вы начали со срезок, то вероятнее всего вы будете играть больше от обороны. Топ спины. Почему не стоит изучать теннис тоже от топ спина? Топ спины являются одним из самых тяжелых элементов освоения. То есть, тот, кто думает, что он научился делать топ спин с первой тренировки, на самом деле он научился просто цеплять мячик. Топ спин состоит из много фаз движений. То есть, начиная от ног, замахов, ускорения, обработки, окончания и так далее. То есть, чтобы освоить топ спин, надо приложить немного времени и должно быть хорошее чувство мяча уже и координация. То есть, топ спин основан на обращении и начинающему игроку научиться цеплять мяч намного труднее, нежели научиться его проработать плоско. Поэтому обучение в настольном теннисе, соответственно, начинается с накатов. Накат помогает научиться чувствовать мячик, управлять мячом и самое главное, активно играть. Поэтому последовательность в настольном теннисе начинается в следующей очередности. Первое, что мы начинаем изучать, это накат справа. Почему накат справа, когда накат слева на самом деле проще? Когда мы учимся накату слева в первую очередь, то игрок начинает ползать по всему столу слева. То есть, он начинает заходить на заход слева, в правом углу слева играет. То есть, он потом не может играть с сильной стороны. Поэтому мы начинаем всегда с наката справа. Мы, когда разбили свою активную сторону наката справа, то есть, у нас поставили перемещение, научились ходить, больше играть справа. Все, мы свою сильную сторону сделали ведущей. Потому что справа все-таки больше силы, слева больше скорости. После того, как игрок уверенно освоил накат справа, стоит начать изучение наката слева и параллельно совершенствовать накат справа. Накат слева, он очень прост в освоении, в попадании, потому что движение более естественно. Но правильную технику, как правило, обычно тяжело закрепить. То есть, у многих, какие бывают ошибки, они либо играют только кистью, либо играют только одним локтем без кисти. То есть, и необходимо научить скоординироваться человека при этих ударах. После того, как игрок научился делать накаты, он уже умеет активно держать мячик с двух сторон, уже соединили эти элементы между собой, мы переходим к изучению срезок. Вот, с каких срезок стоит начинать. То есть, вначале вам необходимо научить почувствовать игрока вращение, что такое нижнее вращение. Поэтому мы начинаем со срезки слева. Срезки слева обучиться намного легче, чем срезки справа. Как правило, делаться перед собой, легким движением по нижней части мяча. После того, как мы научились срезки слева, мы переходим к срезке справа. Срезка справа наиболее сложная в освоении, потому что на этой части контроль руки у нас меньше. Потому что это для нас движение неестественное, положение кисти тоже некомфортное. И новички очень долго осваивают срезку справа. То, что у вас не получается, нечего пугаться. То есть, терпение и труд, и у вас все получится. Вот, после того, как вы освоили срезку справа, вы начинаете соединять оба эти элемента. Срезку слева и срезку справа. И переходите потихоньку в кач. После того, как вы освоили все эти четыре элемента, стали их стабильно попадать, переключаться между этими элементами, вы переходите к изучению топ-спинов. Также, последовательность обучения с топ-спина справа, чтобы вы научились все время делать ходы именно правой стороной ракетки. То есть, силовую сторону разрабатывать. Вот, если вы научитесь вначале слева, потом справа, очень тяжело научиться работать ногами. Вы будете везде играть слева, и сильная сторона будет у вас страдать. Поэтому, когда вы уже освоите топ-спин справа, вы переходите к топ-спину слева. Спин слева. Менее требовательный по технике, но очень требовательный именно к точности удара. И к точности работы ног, выходом к мячам. То есть, если справа вы где-то дотянулись, попали, если слева вы куда-то вышли из игрового коридора своего, то вам будет очень тяжело попасть на стол, и вы потеряете как в точности, так и в мощности. А может, и вообще не попадете на стол. Вот это весь порядок обучения. От накатов до топ-спинов. Как правильно выполнять эти элементы, я буду рассказывать в дальнейших роликах. Расскажу фишки, как научиться делать их правильно, как их почувствовать, и какие нужно делать упражнения, чтобы их быстрее, эффективнее научиться. Поэтому подписывайся на мой канал, ставь лайк, ставь колокольчик. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok